Первый раз, значит, меня называли художником, когда мне было 5 лет в детском саду. Родители мои пошли в кино, и так им хотелось кино посмотреть. Родился у меня брат, вся квартира была в пеленках. Печка топилась, дрова стояли. На печке такая, знаете, печка, дрова, бак с бельем, все живописно. Я ей говорю, Саша, мы пойдем в кино, а тебе листочек тетрадный и карандаши рисуем. И приходят в кино, и я тут уже все сделал. Интерьер с пеленками. Сейчас бы я называл так, интерьер с пеленками. Вот, и я этот листочек на следующий день в детский сад. Мария, смотрите, вот, ну что, вот ребенок показать, вот я нарисовал. Мама ей потом сказала, я помню твой этот рисунок, но куда он делся, я не знаю. Мария говорит, о, Саша, ты настоящий художник. Погладила мимо по голове. Я это запомнил. На всю жизнь. И тогда я и стал художником. Это первый раз меня назвали художником. В свое время, как бы, меня отдали в музыкальную школу учиться. Месяцы там, на баяне, терзал баян. Месяцы. Вот, пришла пора платить за учебу. 24 рубля. Для мамы у меня учитель. Вот, денег таких нет. Он сказал, сыночек, вот тебе коробка акварели. Это очень хорошая. А такая вот она меда, так на меду. Вот тебе коробочка акварели, вот тебе альбом рисуем. Там, где я родился, там не было художественных школ на Дальнем Востоке. Хотя я рисовал, мне папа сколотил мольберт. И я ходил с мольбертом в тучи комаров, таких вот на полимерно-болото. Весь опухшень, там красишь эти сопочки. Там, вот, помню эскиз «Моя улица лесная» и так далее, где я родился, где я жил. А в 14 лет я отправил свои работы. Гуаши, акварели, еще и Благовещеново-Надетскую областную выставку. И все там пропало, естественно, все исчезло. Вот. Но вот тот момент, как вот получение вот этого творческого счастья, когда у тебя получается, вот это вот я запомнил, и мне хотелось всегда к этому вернуться. Я в какой-то момент увлекся олимпиадами и попал в Новосибирск, в Новосибирскую физико-математическую школу. Вот. И, соответственно, была у меня такая специальность, это из области прикладной математики. Но у меня всегда было ощущение, что я всегда вернусь к тому, чему я занимался в детстве. Ага. И когда я в Новосибирске встретил своего учителя, Наталью Александровну Тижек, случайно совершил, этого могло не произойти. Вот. Это мое большое счастье. В следующий раз меня Наталья сам назвала художником, и лет через день, после того, как я, значит, у нее занимался, был студийцем, и тут она как-то раз меня называет художником. Мне так было странно. Все очень приятно. Все, что, собственно, в искусстве, как бы я, как бы все мои навыки, это вот от Натальи Александровны. И мне повезло, что я ее встретил в жизни. И после того, как я, то есть она перевернула мое сознание, когда я еще не знал, собственно, 24 года мне говорят, я не знал, кем я буду и кем я стану, и что мне важно в жизни. Но когда я ее встретил, буквально сознание мое перевернулось и стало наполняться истинным смыслом. И для меня уже никаких сомнений не было, что я буду художником. Просто Наталья Александровна у меня в свое время работала преподавателем в Мутинском училище на подготовительном отделении, и там у нее сложилась своя система. У нее сложилась, например, такая. Наброски мы делаем быстро. Минутные наброски. Что можно сделать за минуту? За минуту можно вот, ну, вот, фигуру человека зафиксировать. И то, не успевают. Стойте, кричат. Натура уже встает. Подождите, подождите. И вот, допустим, в течение часа мы делаем минутные наброски. Все такие уже мокрые, все уставшие, как будто два года разгрузили. Но вот эти фигуры... Но в этот момент, как ни странно, как-то чакры открываются, и в этот момент и линия становится такая чистая и точная. И вдруг начинаешь видеть, буквально, как в Гоголя, да? Илья сказал, поднимите мне веки. И вот мы, как бы, в результате этих набросков веки поднимать, начинаешь видеть. Как бы твой видоискатель вдруг начинает четко фиксировать. Ты видишь, что натюрморт потом мы ставим, рисуем. Или там идем на пленэр. И ты начинаешь работать совсем по-другому. Она и потом нам говорила, что главное, чему я вас учила, это умение увидеть. Потому что если человек умеет увидеть, он увидит свою натуру. Тем самым он выяснит. Кто-то другой пройдет мимо, а кто-то наоборот, поймешь, что это будет. А когда он делает работу, то человек видит свои недостатки. Может посмотреть и увидеть свои наоборот находки. И вот это вот умение все время видеть все и брать себе какие-то визуальные какие-то элементы в себе в копилочку, а потом это все начинает играть. Когда это всего много, количество переходит в качество. Например, вот эти быстрые наброски, я считаю, мне дали мою линию. Моя линия, она моя, она больше ничья. У меня такая линия. Она должна быть чуть-чуть кривенькая, но обладать энергией. То есть там какие-то изгибы, такие сообразности, которые дают нам напряжение. Точка, она тоже не просто точка. Она работает с этой линией. То есть она должна в определенном месте быть поставлена. Снайперский. Вот буквально выстрел какой-то. И там вторую точку мы можем поставить, а можем не поставить. Вот одна лишняя. Вот. И обязательно с этим она начинает работать. Пятно. Пятно работает либо как линия возникает от соприкосновения пятен, либо линия работает отдельно, как отдельная категория. То есть, если художник работает точки, линия пятно. Вот такой серьезный багаж, который нам давал Александр. За занятий происходили, как я сказал, сначала наброски, потом обычная практика – это натюрморты. Натюрморты мы пытались найти логику построения вывод этих предметов. Причем она стояла на натюрморт, потом, говорила нам, заставляла нас стоять самим, как бы свои объекты, свои натюрморты. Дальше мы работали. Там я впервые попробовал работать активными цветами пятнами. И мне показалось, что мне это получается, мне это понравилось. И неожиданно я стал получать удовольствие от того, что вот эти цветовые пятна, когда они сочинены друг другом, она дает новое качество. Я понял, что жиропись – это просто новое качество цвета. То есть цвет нужно попытаться добиться, сделать цветовое пятно. Ну, а когда два цветовых пятна рядом, то вот это и есть живопись. То есть они друг друга усиливают. И вот этот момент живут, как бы новое качество цвета. Я их и пытаюсь все время воплощать. Что меня связывает, в первую очередь, с первой моей профессией – это решение логических задач. Логические задачи. Цвет, пятно, линия, как это у Кантинского, их можно по-разному разместить. Они взаимодействуют. И это очень серьезная, сложная задача. Мне даже творчество может даже больше, чем в том, что я до этого решал. Никакого смысла в конкретный цвет не вкладывается. Это просто математическая задача. Просто радостная сила. Просто нужно выложить кубик Рубика, сложить все плоскости, как надо. Чтобы синяя сочеталась с желтым, с этим синим, чтобы все друг другу не противоречило. Вообще говоря, задача непростая. То есть если работать открытым цветом, то ли это открытым цветом. Я говорю, вот так. Мне интересно, как будет дальше решиться. Потому что это сложно. Все цвета форсированы. Они усиливаются. Там крыши, они красные, но не такие красные. Допустим, там есть цвет, натенок голубой, но не такой голубой. Поэтому я все усиливаю. Дает все это живописно. Это и живописно. В этом смысле я безнадежный живопис. То есть я современный художник. Современный художник. Вот так. Пашин. Формально? Формально я вам скажу, как она выстроена. Она выстроена вот в виде вот гребени. Да? Вот этот гребень и вот эта вот часть, они друг другу разнорешат. Вот. Вот это движение начинается здесь, проходит вот так, вот так, вот так, вот так. Потом, благодаря этой надписи, этой надписи, она перескакивает внутренней штучки. Перескакивает туда. И круг замыкается, и все это повторяет. Смысл такой, если взгляд попал на работу, то он крутится здесь, не находясь в виде. Это в Венеции шел дождь. И буквально эскиз я сделал, буквально стоя под крышей, быстренько за пять минут, и вот на карпалку крутится. Потом я придумал вот этот вот оливков. И вот здесь не очень ярко, видите, да? Здесь жива чистая. Вот этого голубого, открытого голубого. Все, важно мне, я скажу, да, разъяснись? Что дает путешествия? Что гласно забыли. Ты приходишь, смотришь улицы, объекты, дома, пространство попадаешь, которое ты никогда не видел, ты его остро воспринимаешь. И вот тогда, быстрый набросок, рисунок какой-то, форик маленький, и все в альбоме, потом приезжаешь домой, смотришь, вот это можно было, вот это вот сделать. И получается, потом я делаю гуашь, для меня гуашь основная, основной материал, потому что, в отличие от других техник, он дает работать возможность цветом, кривистая особенно гуашь, такая вот я использую, легко смываемая, то есть она не высыхает, то есть тут не получилось, какой-то кусок не удался, я его смыл, высохла бумага и помыл. Вот, и вот решение, композиционное решение, я еще в гуашах, и я чувствую, если какая-то вещь получилась, тянет ли она на возможность, сделать вариант пол с масла, если да, то я сделаю, но некоторые так и остаются в гуашах. Вот чем хорошо гуаши? Перебрал, раскрыл свой драгоценный чемоданчик, разложил гуаши, и так, вот эту хочу, вот эту хочу, под нее закрутовал, быстро холст, и буквально за один вечер я написал, потому что там есть решение, вот что-то меня сейчас волнует, там это есть. А когда есть гуаш, то работа как бы в технике холст масла, довольно тяжелый материал, он в прямом смысле и в переносном тяжелый, нужно заставить звучать вот этот материал, там и прошкрябывание какие-то, и мастихином, ну или какие-то на сближенных кидаешь вот цветовое пятно, чтобы оно было богатым, красивым, обогащенным, в то же время растягиваешь его в теплое, в холодное, и в светлое, и темнее, и так далее, и так далее, и какой-то рядом дополнительный цвет кладешь, чтобы это все начало работать, вот то самое, когда цвет приобретает новое качество, вот и в то же время смотришь, чтобы это было, и тональное решение там присутствовало, и смотришь так, потихонечку раз-раз-раз, все получается, все хорошо, в тот момент, когда ты заканчиваешь работу, начинается вот такая вибрация такая, то есть вот кайф такой, не знаю, удовольствие, я всегда стремлюсь получить это удовольствие, то есть это и есть движущая сила, может быть кто-то, может кто-то и бросает этим заниматься, потому что он не достигает вот этого состояния, я достигаю, вот мне так удается, поэтому оно заставляет меня, когда раз, снова его добиться, в следующей работе, вот, и как правило, если мне, если мне самому она нравится, то и как-то работа остается, вот, если не как бы дальше. Каждый должен заниматься своим простым делом, если ты учитель, и ты врач, лечит людей, и надо быть слишком мудрым, да, особенно художником, художник вообще просто, берет и натягивает, и красит, и красит, и красит. Для меня, конечно, Сальвадор Дали не является знаковым художником, но когда я читал его книгу, мне понравилось, где его 10 заповедей, и там очень хорошие, и две особенно мне понравились, художник не хочет совершенства, тебе его не достичь, трудно с этим спорить, вот, а вторая заповедь, художник рисует, и вот, и вот как бы вот он сказал, да, но рисует, не достигнешь, но рисует, ты как бы бесконечно приближаешься к какому-то далекому идеалу, ты не приблизишься, ну, твоя как бы миссия такая, что нужно работать, нужно красить, как Наталья со мной говорила, Саша, нравится тебе Ван Гог, пиши как Ван Гог, но только пиши, пиши много, и получится Саша Косинкова, в итоге, то есть, все равно человек переплавит, вот это, внешне, что к ним приходит, он переплавит на себя, и выдаст уже свое, потому что у него своя линия, все равно, свои образы, свои, как бы это, свое пространство, он там выстраивает, по-разному его преломляет, это пространство, свои темы его интересует. Ощущение, какое должно быть в этой работе, что это теплое море, море Крита, и вы на этом острове, Крит, да, его вообще очень много, этого моря, получается море Крита, масло-масло, да, и текст, который пишут в своих катушках, не помогает он. Сначала придумываю текст, иногда, на палубе матросов, курю папиросы, вот мне хочется, что-то вот из этого, как-то обыграть, а потом я придумываю, или ищу сюжет, и вдруг я понимаю, что вот, матросы, вот здесь могут быть, то есть, как бы, вот эти вот образы, и себе туда, на полку плодов, в какой-то момент, и тут понимают, все, пришло время, взять и с этого что-то, как бы, и вот что-то сделать. Контрасты смысловые, контрасты образные, всегда пытаюсь не проходить мимо них, всегда их чувствовать, потому что, из этого потом создаются образы. Образное пространство, я постоянно как бы расширяю, привлекаю туда, какие-то, получилась какая-то работа, вот это все ко мне, туда легло. Вот, я нашел какую-то композицию, я потом композицию не бросаю, я делаю вариации с этой композиции, если она уходит, продается, или дарится. художник, это вот такая многопланная профессия, ты должен быть и художником, и писателем, ты должен писать про себя, про свои работы, ты должен быть и грузчиком, приехала машина, стоишь, кого-то будешь нанимать, что ли, тащишь, с седьмого этажа, весь пыли в грязи. Я считаю, что жизнь художника это и деятельность, это деятельность вопреки всему, вопреки всем обстоятельствам. Ну, так просто не живут, так и не работают, так и не должно быть. Но, что остается? То есть, нужно, получается, вообще любой художник, это человек с двумя профессиями. Ты должен там сделать, а потом, когда все нормальные люди приедут к телевизору или где-то спать, ты еще и красишь, и всю ночь красишь, потому что скоро выставка, а потом тебе снова нужно деньги зарабатывать, и так далее. Это вот такой постоянный, такой вот майон. И путь расчистить себе хотя бы на некоторое время и писать. Писать, что-то спевать, работать, потом, конечно, все это всплываешь на поверхность, жизнь-то идет дальше, оказывается, ты где-то уже опоздал, какие-то события прошли мимо тебя, скорее, скорее наверстываешь, ты все делаешь, но потом до следующего раза, когда опять начинается вот это вот мать не препятствий, и снова работать, снова писать. Вот так, так у меня жизнь построена. Ну, что дела? Вот человек слаб, хочет свои кашинки красить.